...для HPE Community как такового. В принципе, немного... Не попадаю. В принципе, немного о себе. Кто я такой? Я работаю в компании SoftSurf, как все уже догадались. На позиции тех лида. Работаю с самыми разными технологиями. По некоторым из них проходил сертификацию. По некоторым не было необходимости. Состою в большом количестве сервисов СДО. Принимаю активное участие. Technical Interview, Evaluation, Knowledge Model, Composition, Training for Vacancy и так далее и тому подобное. В принципе, о том, как я сказал, о современном PHP Community и как оно выглядит на данный момент. Проблема в том, что, в принципе, как я это вижу, когда каждый раз приходишь на тот или иной PHP Meetup и начинаешь общаться с людьми, задаешь вопрос, с какими технологиями вы работаете, на каких проектах, то обычно люди отвечают в стиле «я работаю с Laravel проектом, я работаю с Symfony проектом, я работаю с Zend фреймворком, там UI и много-много всего разного». То есть редко, когда человек отвечает на этот вопрос, не указывая конкретный фреймворк, с которым он работает. Наверное, это уже стало в какой-то степени, наверное, как обрядом, что ли, посвящением, когда человек во время знакомства утверждает конкретно фреймворк, с которым он работает и ожидает ваш ответ. Если же вы отвечаете, что, упоминаете, работаете с тем же самым фреймворком, то вы становитесь братьями по счастью или несчастью, как на это посмотреть. Если же складывается так, что вы взаимодействуете с другим фреймворком, то вполне вероятно, что в ближайшие несколько часов вы проведете беседы, в дискуссии о том, какой фреймворк лучше. Каждый будет отстаивать свою позицию и говорить о том, что вот именно его фреймворк – это серебряная пуля, которая решает абсолютно все проблемы. И по прошествии нескольких часов вы расходитесь по разным углам. Может быть, удовлетворены результатами спора, может быть, нет. Идете к своим единомышленникам, которые пришли на PHQ-метап и работающие с теми же фреймворками, что и вы. Ну и, в принципе, начинаете обсуждать обидчика, у которого другие взгляды на PHQ-комьюнити. И, в принципе, проблема как раз состоит в том, что практически все разработчики в PHQ-комьюнити стали действительно фанатами какого-то конкретного фреймворка. Вот. И следующий слайд. Мы в наше время, то есть уже люди не озадачены проблемой построения эффективного решения выбора оптимальной технологии для той или иной задачи. Обычно команда выбирает один конкретный фреймворк, либо он навязан заказчиком, либо он навязан непосредственно со стороны лида команды. И все. То есть команда полностью и целиком отдается этому фреймворку, пускается в разработку и, в принципе, даже не рассматривает какие-то альтернативы. То есть реально мы просто выбираем какой-то один конкретный фреймворк, на этом все. И проблема в том, что у меня в процессе моей карьеры часто приходилось сталкиваться, что в один период времени было больше заказов, допустим, на Zen Framework, в другой период времени было больше заказов на Symfony, на Laravel. И даже на одном из этапов я по Zen Framework 2 проходил сертификацию, но это вовсе не значит, что я сконцентрирован на каком-то одном решении, на каком-то одном фреймворке. Потому как мне нравится большое количество идей, которые присутствуют в других комьюнити, например, Sensual Apps, которую разработали Symfony, PHP League. У них достаточно много популярных компонентов, которые также используются в новых фреймворках, допустим, тот же Play Templater, либо Fly System, либо OAuth, авторизация. Aura PHP тоже сейчас стала достаточно популярной комьюнити, которая предоставляет много интересных решений. И, в принципе, мне нравится работать со всеми этими технологиями, но в другой раз проблема возникает, что мы не можем использовать эти технологии параллельно. Почему так? Потому что современные фреймворки, большинство из них обладают сильной связанностью. То есть мы не можем, допустим, выдернуть какой-то один компонент из фреймворка и использовать его в пределах другого фреймворка, другого решения. Допустим, почему я по какой-то причине, да, мне не понравилось, допустим, использовать Event Manager Zend от Zend Community. И я захотел использовать, допустим, Symphonies Event Dispatcher. И я хочу использовать, допустим, Aura Router, Laravel Validator, PHP League Play Templater. Для того, чтобы все это слепить воедино, мне реально понадобится достаточно много сил, потому что некоторые из этих компонентов подвязаны под зависимые компоненты из своих фреймворков. Да, как бы по предшествию композера в нашей жизни некоторые проблемы решились. То есть многие фреймворки пошли по пути декомпозиции своих компонентов на своего, так скажем, обобщенного решения в виде фреймворка на декомпозицию в виде модулей, в виде компонентов. У нас появились Symfony компоненты, у нас появились Zend модули, Laravel пэкаджи и так далее. Но по факту все равно проблема остается актуальна, просто потому что большое количество компонентов все равно обладают зависимостью от других компонентов этого же фреймворка. Мы не можем в другой раз просто изолированно установить один единственный компонент и использовать его. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что очень часто интерфейсы компонентов несовместимы. То есть, допустим, наш фреймворк ожидает роутер, который реализует один контракт, а, допустим, роутер от AuraPHP, он данный контракт не реализует. Поэтому композер какую-то часть проблемы решает, но это также не является панацеей всех бед. В принципе, какое решение? То есть, данной проблемы, решения стопроцентного на сей день еще нету, но есть такая группа, называется PHP Framework Interoperability Group. Это, в принципе, группа, которая была создана в 2009 году на одной из конференций PHP Tech разработчиками различных фреймворков. То есть, это не конкретно, что эту группу создали Zend Community, либо Sensha Labs. Эта группа была создана в Маме, которая участвует в разработке самых разных фреймворков. И идея, которая стоит за всей этой группой, создать стандарты, через которые, собственно, PHP будет продвигаться вперед. То есть, стандарты и взаимодействие команд, которые будут позволять нам эффективно переиспользовать код, эффективно переиспользовать компоненты. Потому что на данный момент очень часто бывает такое, что мы тратим огромное количество времени на изучение того или иного фреймворка, на изучение всех его тонкостей, крайностей, edge-кейсов. И по итогу, понятное дело, мы инвестировали в свое обучение большое количество времени, мы начинаем его любить, этот фреймворк. Но как иначе, как мы можем не любить то, что мы изучали в течение нескольких месяцев, и то иногда и лет, и не знаю, в кого как. То есть, мы начинаем работать на этом конкретном фреймворке, начинать все новые проекты, пытаться переводить старые проекты на новые фреймворки, писать посты о том, какой он классный. Но по факту, когда заходит проект на фреймворке, отличающемся от того, который вы знаете, допустим, это требование заказчика, это реально становится проблемой фирмы, то есть найти не просто PHP-программистов, а PHP-программистов со знанием, допустим, конкретно, там, Laravel фреймворка, да, либо Falcon, либо еще какого-то фреймворка. Вот, поэтому, собственно, PHP-фиг группа занимается созданием стандартов, которые должны привести к тому, что взаимодействие между компонентами разных фреймворков станет более простым и тривиальным. В принципе, какие стандарты существуют в данный момент, какие стандарты уже данная группа фреймворк интерферабилитик выпустила? Первые стандарты, с которыми все наверняка известны, это стандарты, относящиеся к автозагрузчику классов PHP. Данные стандарты, они просто позволяют нам более эффективно и быстро подключать к нашему приложению классы, либо же целые модули с помощью отображения пространства имен и имен классов на файловую систему. Вторые стандарты относятся к кодинг-стайлу. Эти стандарты призывают программистов, независимо от их целевого фреймворка, придерживаться одного и того же стиля написания кода. То есть это увеличивает, во-первых, читабельность кода, во-вторых, это улучшает его поддержку и понимание, конечно же. То есть нет такого, что, допустим, если мы сейчас будем говорить не только о фреймворках, а еще о каких-то CMS-системах, да, у нас WordPress у него свои есть кодинг-стайлы, у Trupal есть свои кодинг-стайлы, у Symfony фреймворка свои кодинг-стайлы, у Zenda свои. И это часто вызывает такой резонанс, какой же кодинг-стайл необходимо использовать. Поэтому были придуманы стандарты. И третье, самое интересное, о чем мы сегодня будем говорить, это общие интерфейсы, абстракции. Собственно, с помощью общих интерфейсов мы упрощаем себе задачу переиспользования компонентов между разными фреймворками, если наши компоненты реализуют предопределенные стандартными контракты. То есть контракты в терминах стандарты – это и есть интерфейс с точки зрения объектно-ориентированного программирования. Собственно, такие конкретные стандарты существуют на сегодняшний день. Все стандарты, в принципе, имеют имя в виде PSR и порядковый номер стандарта, где PSR – это просто аббревиатура PHP Standard Recommendation. Самый первый стандарт, который был выпущен – PSR 0 – это был стандарт, как раз относящийся к PHP классу автолоадеру. И он делал то, о чем я говорил в прошлом слайде. Просто отображал пространство имен, которому принадлежит класс, на файловую систему. Ну, имя класса, а, понятное дело, на имя файла. На сегодняшний день этот стандарт устарел и вышел из употребления в пользу PSR 4 стандарта. Но он до сих пор все равно поддерживается композером, но никто его отменяет не собираться. То есть будут всегда существовать какие-то legacy пэкэджи, которые используют данный стандарт. Поэтому композер его как поддерживал, так и будет продолжать поддерживать. Далее PSR 1 стандарт, он описывает базовый код стайл о том, как правильно объявлять функции, как распределять вашу логику по файлам, как объявлять какие-то контрольные инструкции, ну, какие-то базовые вещи. В то время как PSR 2, он уже расширяет PSR 1 с дополнением код стайла для объектно-ориентированного программирования. То есть как мы должны объявлять классы, как мы должны объявлять интерфейсы, namespace, абстракции и так далее и тому подобное, как у нас должны быть объявлены методы внутри классов. Поэтому, в принципе, если вы используете PSR 2 стандарт, то вы уже автоматически используете PSR 1, потому что PSR 2 включает в себя PSR 1 стандарт. Оба этих стандарта поддерживаются PHP-код-снифером. Не знаю, если вы на проекте не использовали, то рекомендую вам обязательно подключать PHP-код-снифер к своим Continuous Integration системам, который будет непосредственно валидировать ваш код, к тому, что он соответствует кодинг-стайлу, объявляемому PSR 2 стандарту. Вот это достаточно просто делается. Ну, в принципе, пойдем дальше, поговорим о PSR 3 стандарте. Один из первых стандартов, который ввел в общее употребление обобщенный интерфейс логера. То есть PSR 3 стандарт объявляет интерфейс для классов, которые реализуют логинги, логику. Каламбур получился. И, в принципе, на самом деле, если здесь есть пиечки программистов, я надеюсь, что они есть, вы уже использовали этот стандарт, даже если сами этого не подозреваю, потому что большинство современных реверков, в том числе и Symfony Laravel, они используют монолог-пакет композеровский, который по факту реализуют данный стандарт PSR 3. PSR 4, как я сказал, это стандарт, который заменил PSR 0. Он практически идентичный, отличается лишь меньшим уровнем вложенности папок в файловой системы. Иногда работать с ним приятнее и удобнее. PSR 6 стандарт вышел совсем недавно, буквально, может быть, пару месяцев назад. И он аналогичен стандарту PSR 3, только объявляет общий интерфейс для классов, реализующих логику кеширования. То есть, неважно, работаете вы с кешем файловой системы, с Redis, с Memcash, либо с Amazon DynamoDB, либо еще с чем-то. По факту, ваш класс кеширования будет все равно реализовывать стандарт PSR 6, и тогда это будет облегчать переиспользование данного компонента внутри других фреймворков, внутри других ваших приложений. И самое интересное, о чем дальше будет сегодня речь у нас, это PSR 7 стандарт, который определяет так называемый HTTP Message Interface. HTTP Message в понятиях веб-разработки – это класс, инкапсулирующий либо реквест, либо респонс. В принципе, если кто-то работал до этого с Node.js, то как раз реквест, который приходит вам на сервер, он так и называется, его класс IncommonMessage. В принципе, как раз этот интерфейс описывает классы, работающие с реквестным респонсом. И есть еще один стандарт, который на сегодняшний день еще не является официальным, но он уже активно используется. Называется Container Interoperability, сокращенно Container Interop. Он описывает интерфейс для IOC-контейнеров. То есть на сегодняшний день тоже достаточно большое количество у нас присутствует IOC-контейнеров самых разных сообществ, самых разных фреймворков. То есть у нас есть Symfony Service Container, у нас есть Laravel Container, у нас есть Zend Service Manager, у нас есть Pimple, достаточно большой, и каждый имеет какой-то свой API. Каждый класс имеет свой API. Поэтому, собственно, есть уже такой стандарт контейнер Interoperability, который описывает интерфейс, который должен быть реализован каждому из этих IOC-контейнеров. Но в перспективе он будет принят, пока он еще не принят. Собственно, разберем, что же такое PSR-7 HTP Message Interfaces. В принципе, этот стандарт, как я уже сказал, описывает интерфейс HTP-сообщений. И начнем с самого базового. У нас есть интерфейс Message Interface. Это интерфейс общий как для реквеста, так и для респонза. Он описывает какие-то общие функционалы, которые относятся как к реквесту, так и к респонзу. Допустим, получение заголовков, либо получение тела сообщения. Потом у нас есть Request Interface. Он наследует Message Interface и описывает, скажем так, базовый функционал, которым должен обладать наш реквест. То есть у нашего реквеста должен быть URI, должна быть установлена так называемая target, то есть цель, к кому направим данный реквест. У нас должно быть HTTP-body. У нас что еще может быть у реквеста? Нет, это понятное дело. То есть get, post, патч, что хотите. И, собственно, от данного интерфейса наследует еще один интерфейс, сервер-реквест интерфейс. Данный реквест уже инкапсулирует в себе API для непосредственно тех запросов, которые пришли к нам на сервер. То есть не те запросы, которые мы отправляем на сторонние, допустим, API, а те запросы, которые пришли к нам на сервер. И он инкапсулирует логику получения, допустим, пришедших кукисов, век-параметрах, пост-параметрах, пропаршенный, допустим, body, если это был xdow-dow-форму URL-encoded body, либо если это был JSON-body. У нас есть response-интерфейс. Response-интерфейс наследует напрямую от message-интерфейса и инкапсулирует в себе API ответа от сервера к клиенту. И еще есть несколько вспомогательных классов. В принципе, они не являются message-интерфейсами, но по факту они используются в каждом проекте точно так же. То есть это интерфейс, stream-интерфейс, который описывает интерфейс для потоковой передачи данных, URA-интерфейс, интерфейс доступа к частям нашего адреса и upload-file-интерфейс, который описывает интерфейс для доступа к загруженным файлам на сервер. Дальше. Собственно, имея такое большое количество общих интерфейсов, как PSR-3, как я уже сказал, логер-интерфейс, кэшн-интерфейс PSR-6, PSR-7 огромное количество, ну не огромное количество, но определенный набор обобщенных интерфейсов реально позволяет нам писать компоненты, которые мы без какой-либо сложности можем переиспользовать между разными фреймворками, которые следуют описанным стандартам. Мы можем прозрачно для нашего решения подменять реализацию этих интерфейсов, потому как с этих пор наш фреймворк не привязан к конкретной реализации, он привязан непосредственно к абстракции, описываемой тем или иным интерфейсом. Поэтому это реально облегчает разработку, облегчает переиспользование кода, гибкость, понимание, иммиграция между разными фреймворками. И это, в принципе, как раз та точка, где во всей своей красе вступают микрофреймворки. Микрофреймворки, потому как они реально предоставляют из коробки все самое необходимое, без лишних компонентов, которые мы в коде использовать не будем, но в то же время они достаточно гибкие и предоставляют нам возможность подключить любой функционал, который мы захотим. И обычно функционал, который мы подключаем собственноручно, это функционал пакеты, которые реализуют PSR-стандарты, PSR-интерфейсы. С этих пор мы уже не зависим от конкретной реализации того или иного функционала в рамках конкретного фреймворка. Собственно, чем же вообще отличается микрофреймворк от фуллстэк фреймворка, от полноценного фреймворка, такого как Symfony, Zen, либо все остальные, которые я перечислял до этого, в том, что микрофреймворк, он оставляет позади достаточно большое количество компонентов, которые другие фреймворки предоставляют нам из коробки. То есть микрофреймворки не предоставляют нам шаблонизатора для стерверного рендеринга, потому что часто густо в тенденции современной веб-разработки это уже не является необходимостью, потому как весь рендеринг у нас производится на клиенте с помощью клиентских фреймворков Angular, либо React, либо Vue.js, либо еще огромного количества контент-фреймворков. Поэтому сейчас практически всегда наши бэкэнды – это просто REST API. Они микрофреймворки не предоставляют из коробки нам дейтабейс-прослойку, потому как реализаций ОРМ тоже огромное количество. Мы можем выбрать тот паттерн, который сами захотим, либо это будет Active Record, либо это будет Data Matter в виде доктрины, либо Eloquent, либо любая другая просто ОРМ-система, которую вы пожелаете, вы можете подключить. Не обязательно учить новую, если вы уже знаете какую-то из своего опыта работы над другим проектом. Опять же у нас нет конкретной из коробки микрофреймворков в поддержке довольно нового IOC Container Implementation. Мы опять же подключим тот, который сами захотим, для которого обладаем знаниями. У нас обычно микрофреймворки не предоставляют никакого функционала для авторизации и аутентификации пользователей, для лагирования, обработки ошибок, кеширования. Все это мы можем подключить сами, когда у нас возникает необходимость. То есть у нас благодаря этому реально, во-первых, повышается скорость работы фреймворка, потому что у нас не грузятся ненужные компоненты, которые мы в коде не используем. Во-вторых, у нас повышается гибкость кода и очень часто повышается реально понимание того, что мы вообще делаем и зачем. И человек, пришедший на проект, порог вхождения для него будет проще и быстрее. В принципе, в сердце большого количества микрофреймворков сейчас лежит такое понятие, как middleware. Не всех, конечно, но это достаточно современная тенденция. Она пришла к нам из Node.js, из таких фреймворков, как Connect.js, на базе которого основан Express.js. И если говорить простым языком, то middleware – это просто какой-то обработчик, который выполняется между точкой входа вашего запроса в application и точкой выхода вашего респонса. Вы объявляете middleware, обычно они располагаются один за другим и выполняются либо по приоритету, если таково имеет место, либо в порядке декларации этих middleware. И обычно у вас в самом ядре application присутствует еще такая компания, как rooted middleware. Это middleware, которые исполняются лишь при поступлении запроса на тот или иной URL. На URL, который матчится с роутом, который вы объявили. В то время как у нас есть middleware, которые исполняются всегда. Допустим, это аутентификация пользователя, либо логирование запроса, либо запуск сессии. Ну, что угодно. То есть это те middleware, которые исполняются на старте вашего application. В принципе, какие микрофреймворки существуют на данный момент, на данный день? Огромное количество. Я лишь здесь перечислил непосредственно те, с которыми приходилось сталкиваться мне. Первый фреймворк – это Slim. Наверное, один из первых микрофреймворков для PHP. И один из первых фреймворков, кто начал использовать middleware концепцию. Также у нас есть Salex фреймворк, который полностью основан на компонентах Symfony. И Salex, в свою очередь, тоже является продуктом комьюнити Essential Labs. У нас есть Lumen фреймворк. Достаточно свежая разработка. По-моему, ей еще даже года нет. Она выпустилась в Laravel Community, а именно Taylor Otwell, разработчик Laravel фреймворка, выпустил Lumen микрофреймворк. И он реально очень схож на Laravel. С единственным отличием, что там отсутствуют какие-то Laravel компоненты. При необходимости вы их можете в любой момент подключить. У нас есть F3 фреймворк, сокращенно F3. И данный фреймворк не использует концепцию middleware, но, в принципе, для создания каких-то прототипов приложений, для написания, скажем так, микроаппликейшн, чисто для демонстрации заказчика, его иногда хватает. Хотя, на самом деле, я отдаю предпочтение, как я уже сказал, микрофреймворкам на основании middleware. И, собственно, ZendExpress, о котором дальше пойдет речь. Собственно, почему я остановился именно на ZendExpress, и почему тема доклада, данного доклада на ZendExpress? Все потому, что ZendExpress, по моему мнению, обладает рядом преимуществ над другими микрофреймворками. Во-первых, ZendExpress реализует концепцию middleware, совместимую с PSR всем стандартам. То есть, вся работа с реквестом, респонсом в рамках ZendExpress происходит по PSR-7 HTP-месседж интерфейсам. Также нам ZendExpress из коробки предоставляет выбор определенного количества роутеров. То есть, мы можем кастомно выбрать тот роутер, который захотим. То же самое касается и темплейтеров, то же самое касается и IEO-комплементаций. Плюс ZendExpress позволяет подключать нам абсолютно любые модули, относящиеся к ZendFramework 2-й версии и 3-й. 3-я версия еще не вышла, но достаточно много компонентов уже содержат марку о том, что они 3.0. И по факту, как позиционирует ZendCommunity, что ZendExpress это начало ZendFramework 3-го поколения. Что еще нам позволяет ZendExpress из коробки? Это подключать обработчик ошибок под названием Woops. Он, в принципе, на самом деле достаточно популярный стал в последнее время. У него, несмотря на то, что он достаточно свежий, у него уже на GitHub уже 4000 звезд. И он реально облегчает отладку вашего приложения. Ну, если не пробовали, то рекомендую. Как же, в принципе, построен ZendExpress и на каких компонентах он базируется? Основные два краеугольных камня ZendExpress и фреймверка это ZendStrategility и ZendDactors. ZendStrategility это на самом деле, скажем так, Connect.js, реализованный на PHP. То есть, опять же, кто работал с Node.js, с EnchaConnect, и Zend сам этого не скрывает, говорит о том, что большое количество идей в реализации ZendStrategility было взято из Connect.js фреймворка. И по факту это просто, да, миди-вэйр платформа для нашего аппликейшена. И, собственно, ZendDactors это PHP пакет, который предоставляет нам реализацию PSR7 интерфейсов. То есть PSR7 не предоставляет нам ничего, кроме как интерфейсы, а уже их реализацию нам предоставляет ZendDactors, композеровский пакет. Плюс к тому, что он реализовывает все PSR7-описанные интерфейсы, из коробки еще идет так называемый сервер-компонент, который тоже в какой-то степени очень схож с HTTP-сервером Node.js платформы. Дальше, дальше, значит, из каких компонентов состоит, собственно, аппликейшен, написанная ZendExpressiva. В первую очередь, как я сказал, это роутер, да. Для... в качестве роутера мы можем выбрать... мы можем выбрать один из трех роутеров. Я здесь на рисунке случайно продублировал. То есть мы можем выбрать либо FastRoute, это реализация роутинга от PHP League Community, мы можем выбрать Aura-роутер, или мы можем выбрать ZendFramework роутер. Но, опять же, это не ограничивает нас, что мы должны использовать только эти три роутера, потому что мы можем подключить любой другой роутер, реализовав просто стандартный интерфейс, который предоставляет нам ZendExpressiva. Как я уже сказал, весь ZendExpressiva основан на абстракциях и на интерфейсах. То же самое касается IOC-контейнера. Из коробки у нас идет три возможных IOC-контейнера, которые мы можем подключить к нашему приложению. Либо это будет Aura.di, либо это будет ZendServiceManager, либо это будет Pimple. В принципе, все эти три контейнера, они реализуют интерфейс контейнер Intero, о котором у нас уже шла речь, да. И с таким же успехом мы можем подключить к нашему приложению любой другой IOC-контейнер, который реализует контейнер InteroP-интерфейс. И, собственно, наш абонизатор из коробки мы можем использовать либо Twix-абонизатор любителям Symfony фреймворка, либо мы можем использовать ZendView, кто до этого больше работал с Zend фреймворком, либо мы можем использовать Place Templater от CommunityPHPG. Также мы можем подключить любой другой темплейтер, просто реализовав интерфейс, который нам предоставляет ZendExpressiva. Ну и четвертый, ErrorHandler, о котором я уже, в принципе, сказал, то есть UPS называется ErrorHandler. Ну, будет время, интересно, почитайте, да. Как состоит, в принципе, вирокфлоу нашего ZendExpressiva application? По факту это такой пирог, да, из мидлвейеров. Ну, там написано лук, но, наверное, пирог, кто его знает, кто как воспринимает этот мир. У нас есть мидлвейеры, которые имеют наивысший приоритет. Они вот обозначены зелененьким, да. Это мидлвейеры, как я уже сказал, такие как аутентификация пользователя, например, старт сессии, логирование запроса, что угодно. Дальше, после того, как наш запрос прошел через эти мидлвейеры, у нас дальше наступают очереди мидлвейеров, обозначенных в синем секторе. Это роутинг мидлвейер и диспатч мидлвейер. Задача роутинг мидлвейера найти тот роут, который соответствует текущему запросу, который матчится с URL-ом текущего запроса и найти соответствующему обработчику. После чего контроль передается в диспатч мидлвейер. Диспатч мидлвейер уже непосредственно запускает обработчик, который был найден на этапе роутинг мидлвейера. Зачем это разделено, в принципе, в два мидлвейера? Почему бы это нельзя было соединить в один мидлвейер и не мучить программистов дополнительными какими-то сложностями, уровнями? В принципе, на самом деле, это делано лишь для того, что мы можем между роутинг мидлвейер и диспатч мидлвейер втулить какую-то свою логику, как-то, допустим, модифицировать найденный роут, либо модифицировать обработчик, подменить. То есть мы можем между роутинг мидлвейер и диспатч мидлвейер вставить еще какой-то свой обработчик. И дальше у нас low priority мидлвейеры на очереди будут. И непосредственно управление передается им лишь в нескольких случаях. Либо в вашем аппликейшне произошла ошибка, либо, допустим, роут не был найден. И тогда у нас доходит наш реквест до негатив мидлвейеров, где уже у нас как-то либо показывает 404 ошибка, либо происходит редирект пользователя куда-то на хоумпейдж. Ну, то есть ту логику, которую вы предопределите. Конечно же, мы можем из роут мидлвейер вызвать next callback и явно передать управление дальше стоящему по очереди low priority мидлвейеру. Но это редко бывает необходимо. То есть обычно у нас вся обработка заканчивается в момент вызова роута к мидлвейеру. То есть, опять же вопрос, когда у нас заканчивается обработка, как это определить? В принципе, задачи мидлвейеров бывают две. Первая задача – это каким-то образом модифицировать request-response, то есть добавить, допустим, к респонсу какой-то header, либо добавить в request какой-то session-attribute либо еще что-то и передать управление к следующему мидлвейеру, либо же вернуть из мидлвейера конечный респонс. Когда мы в return передаем респонс, то у нас, так скажем, pipeline в терминах мидлвейера обрывается и происходит выход из приложения, респонс отправляется уже непосредственно клиенту. Собственно, видно что-то, наверное, нет. Здесь продемонстрирован, в принципе, код, вернее, код, а консольный интерфейс запуска ZendExpressive приложение. Вот, то есть, когда вы делаете Composio Create Project ZendExpressive, он вам, во-первых, первым вопросом он задает, хотите ли вы создать минимальный ZendExpressive application, либо же полноценный, скажем так, скелетон, да, как каркас. В принципе, предпочтение отдаётся ко второму, но кто вам не запрещает выбрать первую опцию и ещё более кастомизировать логику своего аппликейшена. Дальше нас спрашивает, собственно, экспресс, какой роутер мы хотим использовать, либо это будет AuraRouter, как я сказал, FastRoute, либо ZendRouter. Опять же, по дефолту он нам предлагает FastRoute от CommunityPHP. Но может выбрать любой другой. Дальше у нас идёт выбор GAYO-контейнера и выбор шаблонизатора. После чего последним вопросом нас спрашивает ZendExpressive, хотим ли мы подключать упс, обработчик, либо не хотим. То есть всё опционально в принципе. Абсолютно. Вы можете вообще выбрать без шаблонизатора, без обработчика ошибок и подключить всё, что вы хотите, все компоненты, с которыми вы знакомы, с которыми вы работали для этого. Никто вам не навязывает конкретную реализацию. В принципе, как выглядит простейшее приложение на ZendExpressive? Это уже ну, бизнес-логики особо никакое это приложение не несёт, кроме как стандартные строчки Hello World, но по сути это полностью функционирующее в ZendExpressive приложение. Если кто-то из вас до этого уже работал со Slim фреймворком, либо с Silex, вам эта запись реально покажется очень знакомой, даже те, кто работал с Node.js платформой, это тоже очень похоже на то, как выглядит приложение на Express.js фреймворке. То есть, мы создаём instance application, подвязываем один единственный middleware на корневой URL, вот, и, собственно, запускаем наше приложение. На этом, в принципе, всё. Запуск приложения закончен. Дальше, если мы хотим на какой-то, допустим, URL подвязать контроллер action, да, по факту контроллер action это тоже middleware, middleware это любая коллабель структура, да, либо это может быть инстанция самовызывающегося класса, либо это может быть замыкание, либо это может быть имя функции, либо это может быть массив, первым аргументом которого у нас идёт ссылка на объект, вторым аргументом метод, то есть абсолютно что угодно. В данном случае у нас реализован action в виде самовызывающего класса, инстансы которого могут быть вызваны как функции. Это происходит с помощью магического метода involve, то есть по факту у нас здесь есть всего два метода. Первый метод construct, с помощью метода construct у нас идёт инъекция зависимости в инстанс нашего класса, то есть в данном случае наш home page action принимает единственную зависимость в виде шаблонизатора. И второй метод, собственно, ядро нашего middleware, обработчик, это метод invoke. Любой middleware будет у вас принимать три аргумента. Первый это пришедший реквест, второе это response, третье, собственно, next callback, который равен null, если больше middleware за текущим уже нету, либо же равен следующему на очереди middleware, стоящему за тем, который обрабатывается в данный момент. Так как это middleware, который исполняется во время уже диспатчинга, нам нет необходимости передавать наш request, респонс к следующему обработчику, потому как следующий на очереди у нас тут только error хендлеры, мы просто возвращаем в данном случае html response, отрендеренный с помощью шаблонизатора, мы не знаем какой это шаблонизатор, то есть это может быть как tweak, это может быть как plate template, это может быть zendview, либо вообще сырой PHP шаблон, опять же все, как видите, завязано на интерфейсах. и еще один пример собственно middleware это session middleware, то есть опять же как я сказал, нам из коробки ни один микрофреймверк не предоставляет возможности работы с сессиями, ну кроме как конечно мы будем использовать глобальный массив session и писать все прямо в лоб туда, что является плохим тоном bad practice, поэтому мы можем подключить session middleware написанный самостоятельно это все, что реально вам нужно, то есть больше для старта сессии писать что-то вам не придется. На самом деле есть уже даже шареные компоненты композеровские, где описывается тот же самый middleware, который я привел в этом примере, то есть вам нет необходимости запоминать сейчас переписать этот код и думать надо запомнить как стартовать сессию в микрофреймверке. По факту что у нас здесь делается, опять же у нас идет инъекция зависимости через конструктор, то есть у нас инжектится в данном случае session контейнер реализации от Aura Community, с таким же успехом мы могли заинжектить как session контейнера Zen Framework так от Laravel опять же не привязывается конкретно реализации мы определяем invoke обработчик в котором собственно мы стартуем сессию если она еще не была запущена и собственно к реквесту мы подвязываем дополнительные атрибуты с именем session и передаем по цепочке наш реквест и респонд следующему middleware либо же если следующего middleware у нас нету мы просто возвращаем респонд и он отправляется клиенту что еще интересного хотелось сказать про то что реально Zen Express владает огромным количеством фич которые просто я в силу ограниченного времени не могу рассказать но еще одна замечательная особенность то что ваш аппликейшн также является middleware то есть аппликейшн некоторая автономная единица которая обладает своей роутинг системой своим изолированным айот контейнером своим изолированным темплейтером может быть подвязан на тот именной саппес вот то есть иногда говорят в терминах того же ноджеса замаунтить какой-то аппликейшн на саппес вот после чего у вас может быть один зэндэкспрессив аппликейшн который инкапсулирует логику аппиа и маунтится на саппес слэш аппиа другой на портал третий на блок и все они находятся внутри одного другого так скажем оборачивающего зэндэкспрессив аппликейшн у них могут быть допустим снаружи какие-то общие мегалвейеры аутентификации старта сессии но бизнес логика у каждого аппликейшн в данном случае будет своя и собственно как вывод доклада хотелось бы сказать что нужно учиться ценить хорошие особенности всех фреймворков потому как не бывает лучшего фреймворка так же как нет в природе панацея всех болезней да вы не найдете фреймворка который удовлетворит всем вашим бизнес нуждам и реквариментам которые диктует проект и заказчик вот поэтому в принципе если вы будете использовать в своей разработке гибкость предоставляемую микрофреймворками в терминах данного доклада гибкость предоставляемую зэндэкспрессовым вы можете использовать именно те компоненты которые наиболее подходят для ваших нужд в данный момент времени вот и таким образом построить лучшее из возможных решений в принципе в принципе а нет не все еще ссылки то есть я не знаю на самом деле просто если это будет презентация зашарена потом на сайте вы сможете по ним пройти и просмотреть более детально либо просто загуглите о том о чем я сегодня сказал я сомневаюсь что кто-то сейчас обладает фотографической памятью запомнить все эти ссылки но по факту у зэндэкспресс реально очень хорошая документация вот в отличие от зэндфреймворка потому как как все знают да зэндфреймворк один из самых больших холминусов что у него нет нормальной документации как такого туториала по которому можно пройти от А до Я и понять всю концепцию заложенного то есть реально в свое время когда я учил зэндфреймворк я учил его по исходникам потому что документация была просто в виде референса который чисто описывал что такое роутер зачем он нужен что такое сервис менеджер но как они взаимодействуют нигде сказано не было но отличие от этого зэндэкспрессив read the docs очень хороший сборник в принципе все необходимые документации по зэндэкспрессиву вот на гитхаб репозитории зэндэкспрессив вы найдете пример скелетон аппликейшна также можете почитать дополнительно о реализации PSR-7 стандарта через зэнд дакторс и мидлвер платформы зэнд стратегилити вот ну и в принципе реальный пример приложения в виде фото галереи написанной на зэндэкспрессиве можно найти статью на сайт-поинте в принципе все вопросов да я человек я ни разу вообще не открывал кэкэп я не знал с какой я сейчас свою мысль буду уважать а потом задам вам просмотр смотри вот ты сказал что изначально там включат пряморка все не заточены на какие-то цели потом сказал что это что для соответствующего начали компонент добавлять у меня сложилось впечатление от того что иногда осталось только название в пряморке все дальше потом какие-то три компонента напоминало виниле потом с одной стороны PHP комьюнити понял что тут надо что-то сделать какой-то возможно костяк и одни из костяков что-то сказал это микро пряморк который в зэндэкспрессив почему нельзя было изначально продумать какие-то самые большие бизнес вниз чтобы все содержало то что сейчас ты сделал почему другие фреймворки этого не содержат или что да большинство просто мне складывается впечатление что PHP как пытается выжить я прав или нет ну он пытается выжить уже в течение 20 лет все ему пропагандируют смерть все он будет убит питоном рубль и так далее тем не менее он держится на плаву уже достаточно долго и скажем так постановит как феникс воскресает но на самом деле да это проблема аутсорс как такового и разных PHP комьюнити то есть у нас нету да как в Дотнете допустим у нас есть Майкрософт который разрабатывает ASP.NET и все все программисты в Дотнете они знают что они положили лучше ASP.NET больше ничего не надо в то время как PHP сегодня я классный программист на Symfony завтра я никто там в Zend фреймворке то есть это реально проблема PHP комьюнити что огромное количество фреймворков и каждый себя позиционирует если вы зайдете на домашнюю страницу любого фреймворка вы увидите о том что там говорится я лучший фреймворк используйте меня то есть либо это тот же Laravel который говорит это фреймворк для ремесленников а все остальные это собственно холопы например тот же Falcon говорит я вообще самый быстрый фреймворк написанный на виде C++ extension а все остальные на PHP и вот это мой большой плюс и кроме меня ничего вы не можете использовать то есть такая проблема существует действительно но это не значит что PHP пытается выжить это не значит что реально PHP комьюнити огромное и каждый да как сказано каждый программист должен изобрести свой фреймворк за свою жизнь каждый программист и в принципе это результаты именно такой деятельности что было создано огромное количество фреймворков за своим каким-то замкнутым комьюнити и очень часто даже иногда бывает предпочтение заказчиков если заказчик технически подкован вот он говорит я хочу проект на Symfony фреймворке и точка то есть больше ничего не интересует потому что от какого-то друга PHP программиста был наслышан о том что Symfony самый лучший и PHP комьюнити в 2009 году на PHP тех конференции сами для себя уяснили что такая проблема есть и начали как-то пытаться решить в виде обобщения стандартов в виде интерфейсов и микрофреймворки это не то что решение проблем это просто минимально необходимый функционал для вашего любого веб-приложения а все что нужно больше вы подключаете уже сами то есть вам не нужно учить здоровенный фреймворк на который уйдет вам реально несколько месяцев обучения вам достаточно выучить допустим микрофреймворк за день-два и при возникновении какой-то бизнес-задачи допустим вам нужно выгружать файлы там на S3 да амазоновский Cloud Storage в то же время вам нужно поддерживать возможность выгрузки этих же файлов на SFTP сервер при желании заказчика то есть свитчить адаптеры вы с легкостью найдете компонент в Fly System от печки Leap подключаете его к своему микрофреймворку раз уже расширили функционал то же самое касается ага я хочу серверный рендеринг говорит заказчик для того чтобы смочь кешировать полностью там HTML страницы либо еще что-то а как же выбрали тот шаблонизатор который вам больше по душе с которым вы может быть уже работали либо который вы решили что будет легче вам выучить то есть микрофреймворки просто облегчают такую задачу но они не девают никуда уже существующие фреймворки они существовали так и не существовали есть такая проблема сейчас я скажу начать JavaScript в JavaScript есть две сейчас попали анкрофрейм анкула да реакция не фреймвер можно его назвать микрофрейм это библиотека да она будет называть микрофреймворком потому что она задает условия написания фото здесь в чем то что анкула это график если мы пишем на реакте то нам надо подключать множество каких-то маленьких библиотек или маленьких библиотек которые между собой ценностей каждый раз это может быть разных библиотек и разных таких микрофреймворков в PHP судя по тому что мы рассказали у меня та же самая ситуация и сейчас на реакте существует такая проблема когда приходит новый человек он видит около десяти разных библиотек которые каждая реализует свою функцию и чтобы их всех не надо потратить еще больше времени чем на освещение одного хорошего форта но обычно по поводу реакта англера может зайти долгий фоливар в принципе реакт что он диктует это просто рентеринг плеер и вы уже можете использовать флакс архитектуры для построения своего аппликейшна но действительно в отличие от англера он не поставляет нам из коробки допустим те же HTTP сервисы либо сервисы кеширования либо еще большое количество в принципе даже промисов нету реакта из коробки то есть мы можем использовать экмоскрипт чистые промисы в виде бейбл полифила либо еще что-то но реакт ничего этого не дает и с одной стороны это как плюс с другой стороны минус минус это в том что действительно пришедшие разработчики им необходимо будет понять ага какие же используются технологии на этом проекте в то время как на англер человек приходит и знает что ага я знаю англера мне больше ничего знать не надо но с другой стороны только по тому или иному компоненту вернее пэкэджем модулю да обычно потому что у нас если идет разработка на реакции найдет с помощью вебпака либо браузера он заходит в пэкэдж JSON видит все зависимости которые есть и он может абсолютно открыть гитхаб страницу любого данного пакета и прочтать документацию документация прочтение документации я еще не встречал фреймворка который занимает не фреймворка библиотеки документация по которому занимает больше чем 2 часа прочтения может быть то есть все равно это достаточно просто прочитать гитхаб страницу понять что там на библиотеке делает в крайнем случае посмотреть какое-то видео на ютубе либо на гэкхэд либо еще что-то то есть проблема как раз заключается с моей точки длины в том что человек который не обладает достаточным количеством архитектурных стилов может реально зафейлить проект потому как фреймворки уже диктуют какую-то архитектуру которую ты так или иначе будешь соблюдать в то время как микрофреймворки либо же тот же самый реакт аппликейшн человек может прийти и наделать делов которые реально потом будет просто очень сложно мейнтейнить вот то есть такая проблема есть от нее никуда не денешься нужно выбирать компромиссы вот и все то есть в любом случае порог входа в React.js ниже чем порог входа в Angular с нуля если мы говорим но в то же время написать что-то стоящее на React реальный какой-то продакшен который будет дальше легко масштабироваться сложнее чем на Angular так и вот теперь вопрос не выглядит ли та же самая ситуация то что вы сейчас описали с RKB с микрофреймворком какой-то программ ну я на самом деле скажем так навыками оракула пока не обладаю но вполне вероятно да то есть вполне вероятно что такая проблема может стать и знаешь когда даете слишком много воли программисту так же к любому другому рабочему строителю он может наделать делов в общем и конечно тут просто уже наверное стоит вопрос в грамотности непосредственно лидера проекта то есть тот который будет это все мониторить тот который будет супервазить проект и следить за архитектурой вот то есть а если конечно это какой-то фриланс то тут как бы микрофреймворк достаточно страшно давать кому-то выполнение проекта на фрилансе на микрофреймворк и потому как непонятно кто фрилансер и что он может сделать в итоге такие аппликейшны которые часто к нам приходят от индусов которые реально то есть потом нереально реально нереально просто поддерживать вот поэтому проблема такая вполне себе может возникнуть никто от нее не застрахован еще вопросы спасибо спасибо